Люберецкий автопарк пополнился новыми автобусами. На какие маршруты транспортные средства вышли и какими преимуществами они не обладают, узнал Богдан Колесников. Ещё 8 современных автобусов малого класса пополнили автопарк транспортной компании «Автоновия», которая обслуживает в Люберцах 16 маршрутов. Водители и пассажиры новые автобусы уже оценили. Целый день работаем нормально, всё хорошо. И люди довольны, и мы сами довольны. Установленная в салонах система климат-контроля позволяет делать поездку комфортнее. Есть терминалы для безналичной оплаты. Льготным категориям граждан предусмотрены скидки. Для слабовидящих людей оборудованы сенсорные кнопки, связи с водителем, со шрифтом Брайля. Также во всех автобусах предусмотрены места для маломобильных групп населения. Специальные пандусы для этого оборудованы, техника оборудована гидроприводом, подвески. То есть автобус при остановке на пункте погрузки пассажиров делает наклон, опускается на пневмоподушках и пассажирам удобнее заходить. На счету компании более 180 единиц транспортных средств, которые обслуживают пассажирские перевозки в округе. Маршруты для новых автобусов уже определены. В новые микрорайоны, так как они постоянно дома сдаются, люди заселяются, были добавлены машины. Автобусы будут курсировать на маршрутах 3, 14, 43 и 57. Они свяжут Малая Павлина, Октябрьский, Томилина, Красково, Марусина и Матюково с железнодорожной станцией Люберцы-1 и метро Котельники. Все автобусы уже вышли в рейс.